Дизайнерская студия Артемия Лебедева разработала специальные знаки для Арктики. Как они будут выглядеть, мы покажем в коротких новостях. В России предсказали рост цен на новостройки, прогнозируют увеличение уже к концу года. Как пишут известия, несмотря на коронакризис, стоимость жилья повышается. Это связано с высоким спросом на новостройки из-за действия льготной ипотеки под 6,5%. А вслед за новыми квартирами ожидается рост цен и на вторичку, почти на 7%. Прокуратура Нового Уренгоя сообщила о неприятном инциденте на одном из предприятий города. Так, компания «Энергопроект» оставила своего сотрудника без северной надбавки. Тот обратился в надзорный орган, а оттуда дело направили в суд. С работодателя взыскали недополученную заработную плату и компенсацию морального вреда. Сотруднику вернули более 100 тысяч рублей. Аналитики портала «Работа.ру» выяснили, что раздражает россиян в своих коллегах. Больше всего опрошенных недовольны болтовнёй на рабочем месте, нечистоплотностью, а также привычка делать всё в последний момент. Чуть меньше опрошенных злятся из-за частых отгулов. 13% не в сильном восторге от злоупотребления алкоголем на корпоративах. НОР-24 проводит такой же опрос на своём сайте. Его вы можете найти в новостном разделе. Дизайнерская студия Артемия Лебедева разработала понятные знаки для Арктики. Цель их установки – сделать пребывание туристов, гостей региона и исследователей безопасным и комфортным. Арктика полна угроз. Лаконичные, но яркие и заметные знаки привлекают внимание и издалека сообщают о возможных проблемах. Так рассказали о новинке в студии Лебедева. Специально для туристов разработали и знак для селфи.